Владимир Мельниченко руководил Садоису Шор Льдинка 30 лет. За время его руководства 23 спортсмена приняли участие в зимних Олимпийских играх. И неважно, за кое страну они выступали. Все они были воспитанниками Одесской школы фигурного катания. Яша Годорожев пришел очень юным спортсменом к нам. И желание у ребенка было такое, что он, ну как вам сказать, буквально отрекся от всего и подсвятил себя только подготовке, только наращиванию своего спортивного мастерства. Он большинство своей спортивной подготовки провел не в Одессе. Причина понятна. Отсутствие льда олимпийских размеров. Георгий Старков, первый тренер Якова, в свою бытность член сборной Советского Союза, пришел когда-то на льдинку и взял себе группу ребят, поставив перед собой высокие цели. Из этой группы остался один Яша, который выдержал все мытарства, все неудобства кочевой жизни. Сначала в Днепропетровске в интернате, а затем в Киеве на квартире. Конечно, огромную роль в этой выдержке сыграла семья Якова. Он рано лишился матери. В 12 лет у него умерла мать. Отец остался с тремя детьми. Трое братьев. Эти братья как могли, так ему помогали. Привозили на тренировку, отвозили, ездили в другие города, перевозили передачи. И спасибо отцу его, который смог, тоже поставив вот такую цель перед собой, можно сказать, перед ребенком. И они этой цели достигли. После завоевания олимпийской лицензии для Украины Яков ненадолго приехал в родной город, с тем, чтобы показать землякам свою программу. Но одесситам так и не удалось ее увидеть. Ну вот он вышел на лед. Парень изумительный фигурист. И по красоте, и по линиям, и по внешности все. Но сделать он на этом катке ничего не мог. Он нам ничего не показал. Ни тройного прыжка, ни комбинации прыжков, ни прекрасного вращения. Ну, конечно, не то. Он привык 30 на 60. У нас 38 до 21. В Риге на Вольво Оупен Кап годорожа Лавров не снискал. В произвольной программе он занял лишь 15 место, проиграв победителю Евгению Плющенко 78 баллов. По меркам нынешнего фигурного катания это огромное расстояние. О причинах рассуждает нынешний тренер Якова Марина Амирханова. Давно так плохо не выступал, как сейчас. Непонятно почему, хотя, в общем-то, не знаю, может, потому что меня там не было. Все сорвало, я не знаю, но уже давно так плохо ничего у нас не было. Вдруг что-то не получилось. Ну, разбираемся. Главный отбор на Олимпийские игры произойдет 18 декабря в Киеве, на чемпионате Украины. От исхода именно этого турнира будет зависеть. Увидим ли мы нашего земляка в Сочи?